Задача главы Сельсовета совместно со специалистами, депутатами, общественностью так управлять поселением, чтобы людям, проживающим в нем, было безопасно, интересно и комфортно. Считаю основными целями администрации Драговского Сельсовета это создание благоприятных и безопасных условий для жизни граждан, дальнейшее развитие социально значимых учреждений и организаций, находящихся на территории Сельсовета, Механизмами для достижения заявленных целей станут взаимовыгодное сотрудничество со всеми учреждениями, организациями, индивидуальными предпринимателями, заинтересованными в развитии поселения. Также участие Сельсовета в реализации федеральных и региональных муниципальных программ, повышение прозрачности и подотчетности деятельности администрации Драговского Сельсовета, перед населением. И все это в конечном итоге позволит улучшить жизнь нашего Сельсовета. Считаю необходимым. Первое. Это решать вопросы жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства территории, отвечающего современным экологическим, санитарно-гигиеническим требованиям. А именно. Обеспечение населения чистой питьевой водой, мониторинг качества питьевой воды, организация энергоэффективного освещения села, строительство детских, игровых и спортивных площадок, организация конкурсов и акций, стимулирующих жителей на активное участие в благоустройстве поселения. Второе. Это добиться ремонта дорог, ремонта моста на улице Нижняя, своевременная расчистка дорог в зимнее время. Третье. Для сохранения традиционного жизненного уклада сельского населения обеспечить поддержку личных подсобных хозяйств поселения путем участия в программах по развитию сельского госпроизводства, провести инвентаризацию земельных угодий, улучшение жилищных условий молодых семей, молодых специалистов на селе. И социальный блок. Это, во-первых, необходимо не только сохранять существенные муниципальные гарантии, окружать заботой и вниманием граждан пенсионного возраста, одиноко проживающих граждан, лиц с ограниченными возможностями здоровья. Во-вторых, способствовать сохранению и расширению рабочих мест для трудоспособного населения. В-третьих, муниципальными социальными гарантиями привлекать и закреплять молодежь на территории сельсовета. В-четвертых, это оказать помощь населению в кадастровом оформлении документов по земле. Разработать, принять и реализовать сельскую программу поддержки семьи, в которой прописать социальные гарантии. В ней могли бы быть следующие разделы. Этапы большого пути, это чествование новобрачных семей, проживающих в законном браке 5, 25, 50 лет, организация выставок, концертов в День семьи и программу «Мы вместе» для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и семей с детьми инвалидами, консультативная помощь, выплата материальной помощи и единовременной выплаты детям из многодетных семей и благоустройство улиц, мемориалов, кладбищ до уровня образцового порядка. Ну, на все.